Чебоксары Постоянные попуски, подъемы и сбросы воды в зоне Чебоксарской ГЭС привели к вымыванию грунта из-под бетонной оболочки через швы. Плиты проседают, берега деформируются, разрушаются, и все это происходит в непосредственной близости от плотины ГЭС. Что делать? Раньше швы заливали цементом, бетоном или даже забивали досками, обернутыми рубероидом, но все это малоэффективно. Существуют современные средства, герметики. Их выпускает Дзержинский завод герметизирующих материалов. Мы находимся в заводской лаборатории. Здесь разрабатываются материалы, которые внедряются в различные отрасли промышленности, ну прежде всего строительство. Нет, это вам не сало. Это бутилка-учук, синтетический материал, на основе которого делают неотверждаемые герметики. Неотверждаемость, то есть способность материала сохранять свои пластоэластичные свойства в течение всего срока службы, позволяет неотверждаемым герметикам изолировать узлы подвижных конструкций. Вот две поверхности, бетонные и стеклянные. Они соединены между собой. Естественно, конструкция подвижна, она подвижна воздействию тепла или холода. Попробуйте сделать так, чтобы вода не проникла в эту тончайшую щель. И только благодаря вот этой тонкой полоске герметика вода останавливается. Вот видно, как намокает бетон с этой стороны, а с этой стороны он сухой. Можно вставить в тело бетона металлическую пластину, обмазанную герметиками. Это тоже будет надежная гидроизоляция. А это деформационный шов. Деловой экспресс, экономический еженедельник Армении, писал в мае нынешнего года. Работы по восстановлению магистрального канала Арзнишамирам проводятся с использованием герметиков Абрис в качестве термодеформационных и конструкционных швов на стыках бетонных конструкций канала. Абрис – это дзержинская марка. За год принимал участие в международном проекте по защите растительного канала в Армении, Арзнишамирам, и мы получили отличные оценки. Об этом узнали в Чебоксарах, где разрушаются бетонные берега водохранилища. Гидрологи к нам обратились с этой проблемой, что пора уже, наверное, применять современные защитные материалы. Мало того, мы специально для Чебоксар разработали, наверное, более интересные материалы в плане не только ценовой политики, но и в плане того, что они будут несколько саморасширяющимися. Под воздействием, например, водной стихии материал расширяется и забивает поры. Под воздействием солнца материал слегка сжимается. И бетон уже тоже, он хочешь не хочешь, материалы расширяются. То есть он будет работать вместе с теми материалами, которые уже использованы. Этот макет имитирует береговое укрепление. Бетонные плиты, швы, которые прежде по старинке просто забивались доской, обернутые в рубероид. Ну, дерево со временем гниет, и из-под него вода вымывает грунт, и плиты проседают, иногда они даже сползают в реку. Дежинский ЗГМ разработал заполнитель швов. Он также сделан на основе неотверждаемого герметика. То есть он будет работать в шве, то есть сжиматься и разжиматься вместе с плитами и препятствовать вымыванию грунта. Бетонные набережные в Нижнем Новгороде тоже сделаны по старинке и безо всяких герметиков. Да разве дело только в набережных? Если Чебоксарам будет позволено поднять уровень водохранилища до 68-й отметки, у Дежинского завода герметиков наступит золотая пора. Представляете, что будет, если грунтовые воды войдут в подвалы домов, заводов, оборонных предприятий? Вот где нужна гидроизоляция. Может быть, как директор завода герметизирующих материалов, да, я где-то и испытываю какие-то меркантильные ощущения, но реально, как человек, я бы не хотела этого, потому что повлечет очень много за собой проблем, и поэтому в конечном итоге, я думаю, вся эта страна будет страдать. А поскольку мы все-таки россияне, в конце концов, мы должны думать о России, о людях, которые тут живут, а не только об отдельно взятой Чувашии. Подумаешь, какие-то швы между бетонными плитами, мелочь, но из этих мелочей состоит наша жизнь. На этом строится цивилизация, и человек должен продумывать, предусматривать последствия всех своих поступков, особенно когда тело касается воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.З Divine